приветствида наш а что теперь сервер ну вот как то можно здесь переподключиться не знаю я тоже переподключиться не могу а вот если я еще раз канал бы не добавлю что-нибудь произойдет нет ребятам к ютюбу успешно подключилась к twitch успешно подключилась а вот к нашим каналам на г.г. сожалению подключения нет что конечно печалит так как это высокая нагрузка кадров привет овал он ну в принципе манера ничего другого опять у меня что-то загрузка цепь высоченная где-то вдалеке шумит камыш деревья гнутся да беда youtube подключился ответь под крич подключился good game ни в какой будет вы нам выдавать эту халабуду в течение всей трансляции так что я наверное а тут смайлов нет ну короче перешли на новую версию подготовленными латали латали дыры да оказалось что вместо дыр латали сито а его как известно золотать тяжеловато ну не знаю что делать можно поддержать разработку конечно подключение подключения включить на меня станции подключения все прекрасно раньше здесь была опция там что-то обновить какую-то хрень ну ладно она нифига не сработает все равно а вот перезапустить ттс может быть и переподключиться ладно выключаем узло мы делали все что в наших силах привет доктор алекс делали все что в наших силах но к сожалению сегодня мы живем в режиме небольшого апокалипсиса судя по всему катаклизму переживает good game и ничего не работает по вам брал себе господи зато вот вы знаете самое главное что что сработало великолепно это вот вот ради чего все затевалось это когда наводишь мышкой на год гейме на плеер он сразу же начинает запускаться то есть запускается и сразу показывает картинку невероятно полезная хрень безусловно ну а то что все остальное не работает это мелочи сущие ради такой опции знаете можно и потерпеть какие-то мелкие недостатки например тот факт что сейчас моя трансляция на которой есть 40 человека и и просто судя по всему нет в списке вот нет в списке трансляции и хоть ты вот у пер геймер есть я нашел не пугайтесь друзья эти звуки они да а вот моего мой моей трансляции в списке судя по всему не оказалось замечательно просто восхитительно спасибо goodgame за это хотя может быть мне снова поставили какую-нибудь дикую галку но и я вот не вижу не вижу свою трансляцию в списке давайте обновим страницу а чем за отличается красный человек это понятие я не имею вообще один бог знает что за новые функции а я нашел себя ребята я нашел себя у меня 15 зрителей да ладно не будем о грустном давайте игру проходить народ подтянется я думаю правда опять же сообщение в чате не будет сейчас подключать какой-то другой чат нет смысла я наверное вот просто вот так вот сделаю уж простите вы меня и мы начинаем спасибо шипчат я уверен что хочу выйти и запускаем пенумбра black плага у меня тебе кое-что нужно возможно ты не поймешь этого возможно не захочешь этого делать и попрошу не повторять тех ошибок что сделал я не садись на пенек не ешь пирожок русская народная сказка мой отец гоша год назад прислал мне письмо из-за него я и попал сюда подумать только в какой дерьмо я влип фрикшнл геймс представляет пинумбра эпизод 1 кстати очень громко а я думаю можно смело делать вот так они за троп на афин фильтрация даже я думаю вот можно смело вот так вот делать новая игра а друзья здесь можно выбирать сложность а для тех кто ищет настоящего испытания но мы-то ищем настоящее испытание правда кстати вы же не видите ничего нет вы все видите это не может не радовать ой зачем я это сделал теперь вы ничего не видите а теперь вы снова видите все увидеть все странно сцена была растянута как-то немножко как будто бы да так ладно все это прекрасно великолепно но наверно звук читка еще убавить в микшере хотя хотя посмотрим по громкости ну вроде жить можно а там поглядим вторая часть я не знаю насчет сложно но реально я честно говоря не очень ищу настоящих испытаний и прохожу хоррора не ради какого-то челленджа чтобы пофанится зачем же устраивать из этого но можно сделать голосовалку пода голосовалка тоже не работает это же good game новый добро пожаловать в продвинутую версию хотя создаю голосование новое голосование новое голосование новое голосование уровень выберем изи норм только хардкор честно говоря даже страшно как-то начинать на хардкоре создать так заработал голосование я за норм я ребята за норм но кого это вообще и волнует ждем я ж не знаю какие там сложности будут на хардкоре но нас пугают тем что игра игра для тех кто ищет настоящих испытаний бла-бла-бла-бла-бла даже как-то как-то ссыкотно ну стало быть хардкор да будьте вы ребята счастливы на хардкор уверенно побеждает кто бы кто бы сомневался окей хардкор я нищ слушай только сначала я должен сказать так давай понять согласен обычно думал открыть все его тайны кажется это было в другой жизни я попал в бурю и укрылся в заброшенной шахте завалил и остался у меня начались видения было очень страшно потом появился бешеный рыжий мой друг а потом я сжег своего лучшего друга лучшего друга ты его ни разу не видел мэм и я ему поверил и я все шел шел пер на пролоб просто ничего другого не оставал действительно на нелепый героизм бессмысленные страдания да это было ужасно давно у меня будет вроде звук хотите на 20 сделаем сделаем ребята но сначала давайте поймем что происходит так милые места как обычно но собственно ничего другого мы и не ожидали проснулись в каком-то толчке да это какая-то это подвал в котором живут обычно гастарбайтеры ну может быть так и было да я только встал а вообще належался я на этом матрасе ну так так там кто-то издает какие-то лицеприятные звуки ну давайте для начала обучение лол настройки звук сделаем вот так так друзья там кто-то кто-то стонет а мы знаете как сделаем в общем непонятно там кто-то получает удовольствие либо правила указания по поведению в экстренных ситуациях теперь они уже бесполезны но не бесполезно пустые шкафы видите там можно всегда обнаружить какое-нибудь дерьмо монета старая монета блокнот здравствуйте да там кто-то истошно вопит ну или булькает я не знаю клокочет списка дел у меня нет я совершенно свободен с прошлой части теплее по-моему не станет ну конечно это подвал где живут гастарбайтеры с чего тут станет теплее тиски в рабочем состоянии можно выжить что угодно из кого угодно и вот они письма но нет что у нас тут еще есть вот конечно ниже светом и тенью лежит целый мир этот мир принадлежит нам убирайте немедленно о о значит мне предлагать немедленно убраться и я бы рад но верните паспорт все-таки знаете я сяду на самолет и уеду улечу так светящаяся трубка больше такого чита как в прошлый раз не получится да нам замутить так вот можно матрас подвинуть вот замутить как в прошлый раз мы вот так вот можно об стену все бить или бросаться в кого-нибудь совсем холодные прямо как мои пятки от ужаса ну что пора выходить ребята пора в свет только вот сейчас открою это не так то просто но в теремочке ничего блин не живет а нет все нормально светящаяся трубка это же наш главный помощник по моему на тройку он у нас был всегда да 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 на троечку у нас всегда был ну прикольно я помню примерно такая же задача была у нас в первой части просто выбраться из каюты не всегда это удавалось что там за мужик был в конце тоннеля в конце тоннеля обычно тот кто дает нам яркий свет но пока непонятно вот все что обнаружил главный герой это себя вот на этом обоссанном матрасе на блеваном возможно после выпускного или не знаю может быть корпоратив на работе был ну вот это пока все а еще мы не можем выйти потому что может быть наверху какой-нибудь люк есть пока не понятно ну конечно можем залезть под шконку и там тихо скулить что я бы и предпочел на этом уровне сложности но видимо придется нет там заперто ребят ну и нам вряд ли откроют а чё пишет в прессе меня держит запретил так мы таком мне нужно выбираться отсюда шикарно значит ну в любом случае если нас заперли значит там какой-то гомо сапиенс ну или существо разумное как минимум да то есть точно не это точно не дом 2 что уже радует а вот я судя по всему из дома 2 потому что я понятия не имею как как выбираться из этого 1 дерьма дверь бочка я не вынесу это уже становится понятно зато вот в тисках можно так монетка что за монетка чёрт чем я только думаю о монетку сейчас в тиски и сделаем из нее ключ изи же да так плоская монета ну теперь намного лучше конечно теперь мы можем этой плоской монетой отфигачить дверь нет не можем так надеюсь она не особо ценная подкоп вилка это неплохое предложение я бы с тобой из тюрьмы конечно не сбегал графа монте кристо мы не читали хотя может быть он вилкой подкопа делал так ну отлично у меня теперь есть монета и она плоская в конце концов умирать с монетой в этом каземате не так страшно стоп может быть монету надо просунуть даже идеи нету ребята даже нету идей а чё у нас просто заперли да так не получится что не получится купить охрану понятно так монета монета в общем то не так много вариантов бонич соберись может быть карандашом что-нибудь расковырять не знаю мань помоги мне тут загадка просто хрен поймешь что делать ну люк он в общем то даже как люк не выглядит он выглядит как просто лежащая это крышка от люка короче нам нужно выбраться из комнат нам нужно выбраться из комнаты вот из этой двери которая заперта все что у нас есть это вот такая вот плоская монета и куча оптимизма неиссякаемый запас вот такая вот комната о люк вот они люк наверное хренов разные бумаги рецепт французского тоста статья про карнавал в рено и кажется обзор рынка за 89 год кто жил в этой комнате неужели здесь держали этого товарища который всех сдал ну что за ним потом целый убегали фбр перемешку господин у всех сдал мне кажется стена о стоп 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 конечно ребята естественно без инструмента эти болты никак не отвинтить да ё-моё но есть же монета есть контакт видала за шкафом оказался такой вот люк я твой отец черт фонарик бы а у меня есть шикарно как звали этого хрена лисанж лисанж мастер точно я вот о нем слышал ну мужик который вывалил факты там какие-то секрет информацию на обозрение а сноуден господи мая тысячи первого непонятно сколько я был в отключке но голова просто раскалывалась или я быстро очнулся или мне кто-то просто пару раз съездил ногой по роже я не понимал что происходит и что самое интересное меня это не волновало я хотел только свалить подальше и вы знаете а где же вот это вот я найду своего отца я разгадаю эту тайну где вот это все что это так вы знаете сдается мне места то здесь темные и нехорошие и шахтеры не такие уж ой не такие уже знаете шахтеры а ну это вход я просто я просто готовлю себе путь к отступлению ассанж и сноуден да вообще оба эти парни здорово заставили бомбить бердаки у америкосов да ну лежит человек себе вы знаете для шахтеров которые орудовали только мотыгой и там 60-х никаких высоких технологиях не помышляли для них что-то слишком круто не понял не понял так а я могу ее вытащить нет да господи жуть-то какая зачем мы а мы же можем всегда уровень понизить да спасение мое или что-то еще да конечно твое здесь секта какая-то я думаю что свидетели иеговы флешбек так здесь и так светло но будем ходить с этой хренью работающий автоматом плитками был бы не прочь выпить баночку так давай но ты может был бы не прочь но извини дружище так очередные факелы которые в игре ну вот в камере в прошлый раз вообще не понадобились напоминаю мы находимся где-то глубоко под землей в районе Гренландии специально заблокировал этот путь хорошо же они постарались да неплохо что ж видимо вы нашли мою последнюю записку самое страшное уже позади если вы как я только что добрались до вентиляции то мы должны быть недалеко от столовой там теперь у нас настоящая крепость там должно быть безопасно весь свой маршрут я отмечал так что если вы следовали моим меткам то у вас все должно быть пучком мы почти уже дома где сухое тепло но Гоша кажется работал над лекарством может быть мы сможем справиться с этой заразой вдруг мы найдем возможность разобраться что к чему когда я вернусь а когда отсюда выберетесь вы то попадете уже прямо на раздачу орденов с чаепитием или нет вместо чая лучше горячий шоколад как вам такой вариант лично я за него голосую обожаю горячий шоколад Ник Освальд главный химик осторожней сохранной системой в столовой я сам ее делал она реагирует на любую органику понимает он про нас органика говорить а так ну ладно можно наверное эту хрень как-то двигать эту хрень точно можно двигать я надеюсь что вот как и в прошлой игре всех всеобщей нечисть всех вурдалаков упыри можно гасить с ящика а как кажется кто-то специально сбылки хорошо же они постарались так где-то должна быть столовая а ну стоять нам же дальше правильно там же спасение написано да да все правильно ну что ж телепаем дальше ну ну эти шепота мы уже не раз слышали ребята нас так просто не возьмешь на испуг палки так значит тут обвал обвал в каком смысле можно каша сдохнуть прямо здесь можно например вот проверить насколько здесь опасный участок действительно опасно я буду доверять следующий раз этому джентльмену я буду доверять этому джентльмену зато смотрите я какую-то хрень подобрал и вот хрень подобрал теперь у меня есть батарейки на фонаре это это ли не чудо господа так ну ладно я иду значит соответственно туда где хорошо где тепло здесь не пройти шикарно а где пройти там опасно участок ребята она у нас есть доска с другой стороны да может быть мы возьмем да и как-нибудь блин вот обидно что я туда ко мне конечно накидал но обвал не про вот теперь произошел а теперь мы должны каким-то макаром доску притаранить вот она и по досточке уже аккуратненько видимо идти только вот знаете если я сейчас если я сейчас закину криво то это гг мне придется прыгать соответственно вместе с так не так то просто это знаете я емае там стоит кто-то что ли жуть то какая ну честно говоря я пока не понимаю как как я смотрю как я смогу туда переползти а ну нет все не так-то сложно как я думал ну понятно что сюда нельзя это реально очень холодно чтобы убить меня сделал заметку морозильник чувствую себя бройлером так ну сюда точно нет а сюда точно да смотрите можно емае можно я обратно что то как то мне лично я не против чтобы эта дверь оставалась заперта я тоже короче я так смотрю шахтер это у нас шахтер то у нас ребят мальца того с катушек съехали и где же те знаменитые артефакты которые я постоянно находил в прошлый раз ну вот есть туши кетчуп мешок муки и здесь можно жить здесь можно жить термосат регулирует количество халат короче понятно нужно его как то вырубить конечно хотелось бы по рабочий крестьянский просто мешком мешком с овсом его расхреначить что у нас есть ну снова есть монетка да но это уже тупая идея я понял привет саня предборщина продолжение или новая часть игры это продолжение новой части ну его нища тут слушай ты свои подмышки нюхал здесь от кого больше воняет но то что кукушку у шахтеров сорвало это мы уже понимаем вот есть дверь есть коробка какая-то непонятная может по нему коробкой побить ну на в любом случае нужно отрубать этот морозильник который не отрубается к сожалению зато звуки жуть жуткие страшные жуткие термостат регулирует количество хладагента в этих трубах это прекрасно я даже понимаю что он поможет нам пролезть но да ну там совсем уж не дружелюбные граждане что остается так ну ребят вариантов то мало не знаю не знаю можешь конечно доску притащить можешь конечно припереть доску но это вряд ли скорее всего надо что-то выдумывать с местностью да да о о смотрите у нас есть доска как сказал я на выпускном вечере когда мы остались втроём с моей одноклассницей так решетка доска жалко дверь не могу поднять может быть стулом слушать а если я просто возьму и черт знает но возьму возьму и например под эту трубу и и чем-нибудь прикрою что ли вот ящик хороший есть у нас ящичок дать проверим что с ним станет просто возьму да и доска у нас есть прекрасно уйдем а и мне показалось что дверь открылась ну но ее нужно именно отключить я думаю поэтому да я тут не пройду интересно кошка серец и ведь действительно идти некуда тут обвал но тут и взять нечего может быть что-то взять все-таки в этой комнате вот прекрасная тоже доска но что я с ней сделаю не ясно так ребят ребят пока не подсказывайте ты будешь продолжать делать обзоры на передачи паран тиви ну если они будут пользоваться популярностью вербольф возможно буду все же от времени зависит у меня сейчас масса задел масса разного рода задач и все к сожалению успеть невозможно черт да и не помешал бы сейчас баночку колы а засадить нам ребятам да так вот труба вот подачи энергию в эту трубу вот у нас есть доска вот камень есть может камнем похреначен по нему не знаю вот вряд ли поможет я думаю ну вот если он регулирует а почему он не переключается это же это же очень странно монета его точно не не знаю может быть раз уж мы здесь я заморожу пивко а прикольно можно устраивать скандал но это к сожалению никак не поможет нам спецэффектов конечно добавила но можно полить конечно свиней кетчупом и что и сожрать я хотел сказать но они заморожены можно сожрать и такими погрызем на крайний случай ну правда не знаю что делать вот понятия не имею пока что делать мешок судя по всему тяжелый возможно там греча годовой запас господа ну честно говоря мы по-прежнему в жопе потому что я я конечно могу посидеть на стульчике как истинный джентльмен могу кстати эту дверь можно выбить может быть конечно привлечем на расчета внимания но они ведь ничего не могут сделать наверное ладно я рискну я рискну и сделаю ход конем а вдруг да не ну понятно что это гг но нельзя так это естественно а вдруг долбить по трубе а не по датчику чёрт теперь все заново сейва то не было надо конечно сейвится есть тут должны быть какие-то ручные сейвы может быть отсюда что-то взять надо тут куча этих железок непонятно что с ними делать так хвост чешуя не поймаешь ничего главное что таинственный голос продолжает нам нашептывать какие-то мантры кстати вот здесь можно легко перейти вообще не напрягаюсь а как я обратно пойду я как-то криво положил доску если честно ничего я могу ведь ее ведь могу ее забрать обратно наверное не знаю а вот так намного лучше конечно будет кстати может быть на дне какая-нибудь хрень ребят вообще я с трудом представляю что можно убиться упав на буквально 40 сантиметров вниз под провалившийся полы и максимум что я могу себя повредить не знаю маникюр так ладно давайте послушаем что нам надо сделать это ходу было не дает пройти в вентиляцию жалко мы не увидели нашего друга который там так весело бегать за дверью возможно вы знаете то местные шахтеры чего-то просто у них белая горячка делириум тремл они просто накатили по стопорю вмазались и им хорошо шипы внизу какие шипы внизу да не ребят а шипы внизу ты имеешь ввиду что я упал упал бы на шипы да ну это просто да нет никаких шипов просто грудами того лома никому не обдолбавшиеся но может лишь по трубе постучать но я сомневаюсь ребят все это как-то выглядит слишком странно эй ниф ниф наф наф хреново вы себя домик построили ребята видно что в ипотеке его взяли судя по вашему внешнему виду ну очевидно что вот это вот термостат очевидно да что его нужно каким-то макаром сломать каким макаром его сломать я пока идей не наш не выношу кроме того что здесь воняет я ничего больше не могу понять есть булыжник вот можно конечно по трубе похреначь но это вряд ли ребята я еще раз настаиваю на том что вот таким вот рабоче крестьянским способом это не решить ну зато можно поиграть веселую игру попади попади кирпичом в жбан свиньи это пока единственное что что меня хоть как-то веселит в этой игре и скрашивает мой досуг да это весело определенно ладно ну а я понял буба ну тогда все ясно фомки нет у нас да ничего нет сломать нечем вот лежит палочка монетка заточенная у нас есть ну черт возьми этого явно недостаточно понимаете этого недостаточно вот ящик подозрительный конечно можем швыряться изо всех сил а если мы встанем на ящик стоп а если мы встанем на ящик а если мы посмотрим наверх я не знаю может быть я не прав но это хотя бы какая-то идея что палочка поставим господи так то просто это сделать в игре пенумбра блэк плага что с палочкой да нет серьезно она что застряла да вы что издеваетесь ладно я и так справлюсь по-моему нет там ни хрена да к сожалению эх палочка застряла слушайте ну это прям это прям загадка природы серьезно можно стулом конечно долбануть еще просто ухнуть стулом как следует в школе же все так делали по горбу однокласснику это же святое под стеллажами точно ничего да тоже вроде ничего ребят чьи-то прокладки валяются и все в крайней мере так сразу незаметно вот можно кетчуп шевелять но вряд ли это поможет ну что же нам сделать товарищи сюда никак сюда как-то нам туда не надо трубу разбить камнем чтобы испортить процесс подачи в трубы но загородить чем-нибудь не получится я собственно сам не пройду вирвольф в этом случае я уже пробовал господи какой же ты малахольный перс ё-моё я теперь отсюда не выберусь что ли нет серьезно что ли нет как это господи как тупо предлагаю попытаться прикрыть мешком все равно палка застряла мешком прикрыть но ты как-то но ты слишком тупо вот вы сами не находите что это тупо нет я понимаю может быть и сработает но додуматься до такого может только крайне отмороженный персонаж ну я имею ввиду додуматься такую ловушку придумать господи хватит хватит на втирать какие-то так каких-то шептунов нам втирают постоянно в этой игре ну ладно будем считать что это радиомаяк забарахлило ну вот нет ни черта ребят о у нас два комплекта батареек но это все что греет нам душу ну давайте попробуем мешком конечно загородить у меня сейчас кстати будет одна идейка будет одна идейка светлая быстро добежать двери чтобы посмотреть кто там кто там ходит у красавчик какой он даже задержался смотрите можно ему покричать эй мужик но он был глухонем в общем неприятный персонаж зеленый явно спохмела с такими лучше дело не иметь что я хотел этой доской сделать не знаю хотел запрыгнуть на нее может это какой-то профилакторий для шахтеров алкашей не знаю термостат так вот тонкая труба только ее можно я думаю перебить ну ладно давайте мешком загородим конечно но но это все это все ребят выглядит как-то неправдоподобно я конечно попробую только ради вас ребята десяти килограммовым мешком с дерьмом он даже не пролезет пролез ну господи господи как все тяжело а как я должен его загородить я что-то не совсем понимаю а да может это и есть суть харда на котором мы играем может быть хард заключается в том что просто невозможно пройти ну вот просто есть непреодолимые препятствия черный ящик я думаю это со что где когда забрали но может быть ящик на ящик но мы тогда сами понимаете мы сами не сможем пройти если мы загородим трубу подумайте сами каким макаром мы пройдем если мы загородим трубу мы же должны тоже там кто пролезть так что это идейка так себя ну ничего ребят в принципе начало стрима положено можно потратить первую часть трансляции на то что ну я пол стрима пытался выбраться из комнаты оставшуюся пол стрима я буду я буду соответственно пытаться пройти парогенератор монету в автомат камнем трубу разбить ну монету в автомат конечно это идейка ё-моё действительно вода газировка не очень люблю зато она сладкая и все еще ледяная стоп и чё теперь мы газировкой угостим того чеканутого и соответственно представляете он обрадуется выпьет газировки и будет с нами дружить вот так бы я хотел чтобы закончилась эта игра господи я видел автомат с газировкой у меня была монета ахи я не допер что нужно я не допер что нужно засунуть монету в автомат я иногда чувствую себя настоящим гением джинниус 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 но боже боже я меня нет слов то есть я выключил холодный воздух при помощи банки газировки нет я просто оставлю это оставлю это в том виде в котором увидел шеф-повар Дон Карлита ждет вас в столовой сегодня он приготовил пасту болонезе счастливый человек хороший работник мы кормим только хороших работников имя пациента опа да здесь еще и лазарет какой-то был я так и думал что рано или поздно медицина Гренландии придет к тому же к чему пришла медицина России примерно вот тут же Маша лечилась имя пациента Дэрин Грей пол мужской возраст 32 национальность армянин должность работника команды раскопок первичный симптом пациент пожалуйста на слабую дезориентацию что он прыгнул на своего коллегу ночью и был уложен в постель назначены слабые успокоительные третий час госпитализацию пациент обнаружила на шеи возможно результат проникновения инфекции четвертый час проявились два из трех основных симптомов дежавю пациент говорит что уже проходил стандартные процедуры обследования в то время как назначить их могу только я паранойя сказал что обследование ему противно не сомневаюсь что и третий симптом не даст себе знать в течение ближайшего получаса сверхъестественные звуки без телеса и голоса и то и то шизофренично зилка и раздвоение личности наблюдается у всех зараженных шестой час пациент помещен под замок для стандартной процедуры древних я сам зарядил в ублюдке электрошоком мы не можем бороться с инфекцией мы можем принять меры против уже инфицированных седьмой час все присутствующие сошли со мнением что пациента следует объявить умершим смерть наступила в результате передозировки вскрытие показало что смерть наступила в результате вскрытия я вкатил ему дозу 0.612 но смерти наступило еще целых тринадцать минут три раза дольше ожидаемого времени интересно когда грей уже перестал быть человеком когда устроился работать в эту клавку в эту клавку ой так вот он не косвальд старина ну как же так ты на свои же ловушки наткнулся так давайте проверим как она работает то есть нам а если я соответственно вот первое что приходит в голову тупо поставить бочку и по этой бочке собственно вот пройти да чё она ладно мне не сложно я таки поставлю бочку с подсадочкой по контр-страйкерски ой кто-то сказал помогите ну конечно даем деру отсюда надо быть осторожнее я уверен что если пересеку этот луч и все взорвется да ладно ой ой тут что-то совсем как-то все сложно покер в пятницу вечером уж карта ребят я обожаю смотреть на каких-то толстых усатых мужиков и у 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 только верная кровь но ясно чё там за пометка в блокноте список где список дел они то списке делал просто дать задать стрекача просто назад по тому же пути по которому пришел и потом еще дальше и вот выбежать обратно из того из того пресловутого люка на мороз и сдохнуть там лучше от холода вот непонятный штуковиной наблюдательный о смойте здесь много всякой хрени и чё я понятия не имею вот хрень как-то не открывается так ну слушайте игра просто полна каких-то страшных загадок 10 эти двери за баррикадирована и возможно не зря знаете что я сделаю к жуткая игра я вот вы знаете вот так вот наборчики поставлю палочки что если что-нибудь отсюда выйдет я побегу в люк просто побегу в люк потому что она его уже вот это я зря ладно как-нибудь пройду можем я какой-нибудь дубину я хочу жить блин там явно вот что-то недружелюбное за той дверью возможно пьяный укупник бегает но я не знаю что существовавши не ну как мусор мешает во первых полицейских здесь нет во вторых так в жопу эту баночку вы знаете я чувствую что вот у час начнутся проблемы да 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 вот примерно здесь они начнутся люк нет у отец вентиляции сейчас я работаю на воздух это затхлый просто кто-то не раз об обсирался я бы тоже на их месте о артефакт ну все слава богу спирт перепочек понимаю что с шахтерами там нет кассета жутко дата 94 год ураган джон все еще бушует в тихом океане уже стал самым долгим тропическим циклоном в мире интересно действительно интересно ну ладно артефакт засейвились странная штука какая-то часть меня все еще там а ну мы помним да эту историю мы помним о кассета есть шик блеск красота от чем спирт можно вот с газировочкой смешать получить ягуар и нет как хотите мое дело предложить ой куда я пытался не засунуть мое имя уровень я буни статус код заключенный некоторое время я наблюдаю за действиями тур гайд а потому делаю вывод что скоро они придут за мной о боже насколько мне известно в данной секции я последний возвышенный поэтому именно на меня ложится обязанность выполнения нет у тебя тоже было слабое место судя по всему ну понятно а и все ладно можно я ласковый май включу некоторые вреды полезнее будет не уверена кажется что это правило техники безопасности но теперь кто их будет соблюдать заперта а чё там список дел пробраться в эти запертые комнаты вход в столовую заблокирован в комнаты пробраться ну да там круто не спорю тут кого-то несли возможно кто-нибудь не выдержал и хорошенечко продрестался не добежал до туалета проклятый замок до 100 процентов а может быть мы а монетки тоже нет мы за нее купили банку газировки теперь конечно же счастлива разводяющих на эту часть здания наверно возвышенный кто-то тюремный статус ну кстати похоже на правду опущенный возвышенный это похоже может быть паха название можно ответить на щиток та часть здания так что мы можем пройти о ну ясно слушайте сегодня просто королевство идиотских загадок вот что что нам делать чтобы делать проклятый замок действительно сволочу да сюда могу пройти на ладно рекламная пауза ребят я сейчас приду наверняка вот здесь что нужно важное зацепить а вон наверху что то есть я вижу уже сейчас приду ребят секунду а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, но прежде чем мы откроем... А вот мы и слямзили батарейки. Не так все оказалось сложно. Заперто. Голыми руками мне это не открыть. Понятно вам, ребята? Мне такой уж Бонни и тупой. Голыми руками это не открыть. Перчаток я в инвентаре не вижу. Но может быть мы просто дадим ему банку консервную. Это же сработало с регулятором конденсата. Не знаю, может спиртом протереть ручки. Нет? Надо подумать как следует. Нет, шарах, только я по нему... Шарах, только я по нему камнем. Как в старой доброй. Еще, ребята. Интересно, какие враги будут в этой части. Ну, примерно я понял, какие. Наглухо отбиты... ...находящиеся под психотропом... ...диэтил-лизергиновым счастьем, ребята. Так, включать снова не будем. Прекрасную песню. Опять коробки. Ну, надо шмандануть по нему чем-нибудь. Давайте коробкой шманданем. Можем с палкой прийти сюда. Так, голыми руками не открыть. А вот камень есть. Найс. Да, рабочий-крестьянский способ иногда тоже срабатывает. Так, что это такое? Что это такое? Да просто берем и выдираем провод. Шик. Ну вот, теперь салон намного веселее. Только теперь здесь будут бродить всякие... ...сомнительные личности, да? Конечно. Музыка страшная заиграла, безусловно. Да, давайте нам. Побольше жути. А может сохраняться в этой игре? Я все-таки на хард поставил и... Ага. Немного креста, по-моему, через эту я могу выбраться отсюда. Через эту лестницу. Ну и же такой звук от него, мурашки, похоже. Так, опять обоссанный матрас. Так, тут мы уже все брали. Эти тиски мы помним. В них кто-то зажимал уже свои яйца. Есть еще дверь. Ну здесь кровище, я думаю, что... ...будет повеселее немного. Кто здесь? Выходите. Будем дружить. Звук, конечно, стрёмный. О-о-о! Ну все, уже будет не так страшно. Взяли обезболивающее. Звук, заболевающее. Что? Ё-моё! Ё-моё! Здорово, мужик! А ты кто? Подожди. Давай познакомимся. Так. Где спрятаться? Я... Я понятия не имею, где прятаться. Ёк-макарёк. Он говорит. Чёрт, оно разговаривает. Так, как бы привстать. Потому что товарищ-то здесь все еще, судя по всему. Боже. Боже. Ёк-макарёк! Думаешь, женщина? Оно ушло? Так. Ребят, мне нужно в соседнюю комнату, а там дырка в люке. Я наверняка смогу. Через неё. Ё-моё! Так, ну, товарищ сделал обход. Сейчас, конечно же, уйдёт. Чё-то говорит по-английски непонятное. Может, это учитель английского заблухал? Здорово, Хэйвич! Шапка Бэтмена? Я не знаю. Я не знаю, о чём ты. Сейчас из меня самого собираются шапку сделать пыжиковую. Так, он ушёл. Ёк-макарёк! Как же это стрёмно! Просто жесть! Ребята, а мы можем как-нибудь сохраниться, а? Как-нибудь всейвиться? Пузырь ищет? Ну, легко, кстати. Это вполне возможно. Я с похмела примерно так же выгляжу, поэтому... Так. Я не знаю, куда это всё ведёт. Но чувствую, что... В нужную сторону. А, ну, это ж новый гудгейм, Хэйвич! Я думаю, ещё... О! Я думаю, ещё... Пару месяцев мы здесь не увидим всех... Прелестей жизни. Так, я чё-то не понял. Я аж здесь уже был. Вы чё, вы чё, вы чё, вы чё? Вы чё, лалки, что ли? Я... Ну, ясно. Короче... Ясно, понятно. Я, чё, говоря, не понял, как я там оказался. Как я здесь оказался? Ну, неважно. Неважно, ребят. Так, ну, главное, что... Ханурик уже ушёл. Ну, по крайней мере, я надеюсь... От всей души. А его можно как-нибудь грохнуть, там? А! Так, ну, это совсем становится интересным. Ладно, я отрубил электричество. Может быть, у меня просто вообще единственный путь. Сейвимся. Может, единственный путь это вот, собственно, сюда? А нет. А здесь электричество есть, да? А здесь электричество есть. Угу. Забавно. Забавно, ребятам. Забавно. Тогда откуда взялся здесь этот колдырь? И шприц, грязь, где его можно использовать? Шприц, спирт. Так. Чистый, продезинфицированный шприц. Можно с обезболивающим. Ну, не знаю, может быть. Пепси вбрызнуть, по крови пустить. А, стой. Там же мужик орал, помогите. Ща. Ща мы ему захлопуем. Ребят. Кто бы нам захлоповал. Ё-моё. Так, надо как-то ему кольнуть. Там тебе задонатили, но донатилка молчит, пишет. Кирт, интересно, сейчас посмотрим. Ой, Коди, привет. Спасибо большое. Я вижу донат. Большое спасибо за поддержку. Но это же новый Good Game, бро. Тут... Слава богу, что стрим запустился. Я вот могу, конечно, посмотреть настройки. Там, в том числе и по донату. Ермил, тест голоса. Вот никаких голосов нет. Поддержка канала от... Короче, донатилка молчит, потому что рутони чат молчит. Ну, он у меня и не включен. А ну-ка, и вот так, если... Доброжелательный Ермил нам что-нибудь скажет. Сохранить. Настройки сохранены. Ну, я надеюсь, что... Что Ермил сейчас что-нибудь приятное нам... Выдаст. Я так возьму, я обновлю. В общем, Коди, большое спасибо за поддержку. Очень приятно. Кстати, а твое сообщение я не вижу, где показывается. Оно где-то должно оставаться. Но будем разбираться с новым Good Game. Пока нам ничего не понятно. Ты его обновил, хоть, спрашивает Берс. Так, возможно, у нас сейчас чатик появится на третьем часу стрима. Так. А нас 102 человека, тем временем на Good Game, 21 на Опергеймере. Привет, Авус. А сейчас, возможно, появится чат, ребят. Надо как-то его обновить, правда. А как я его обновлю? Где обновлялка? Я, например... Никакой обновлялки не вижу, поэтому... Ну, ладно. Это будем потом разбираться. Я думаю, сегодня без чатика мы как-нибудь переживем. Правда, ребят? Тем более у меня тут же нагрузка на ЦП повышается. Который чатик включается, не знаю почему. Окей, топаем дальше. О! С прошедшим днем рождения на печеньке. А, вот теперь понятно. Спасибо, Коди. Спасибо тебе за печеньки. Короче... Так, стоп. Как-то я надаю парня кольнуть. С этим лучом лучше не шлить, значит все взлетит на воздух. Так, короче. Давайте все-таки решим вопрос... Решим вопрос радикально. То есть сейчас... С бочками неудобно вышло. Так не получается. В жопу его. Эту бочку я смогу сюда притащить? Да, отлично. Не откатывайся, стоять. Во! Шик. Во! Отлично. Так, мужик. Лови. Шприц полон крови Освальда. То есть... Вряд ли это ему помогло. Ну, черт знает, что нам теперь тут делать. Так. Сюда нам точно не надо, наверное. А! Правильная кровь пройдет. Ну, конечно. Конечно. Правильная кровь-то пройдет. Нам же сказали. Вот сейчас правильная кровь и пойдет. Здорово всем. Я пошел. Да, парень. Ну, там, слышали кто-то сказал? Помогите. Мне было интересно. Зеленая крепость, которую так забаррикадировали. Я не знал, что ждать. Но постепенно начал привыкать к этому. Великолепно. Потрясающе. Настоящая крепость. Посмотрите. За окошком месяц май. Свет какой-то неестественный. Да ладно. У моего... Вот у моего первого монитора. Лучевого. Вот там был неестественный свет. А тут вполне себе даже очень. Презентация. Выход. Дизайн-ресенционный через... Открывается автоматически. Вы опоздали. Простите. Сегодня мы упаковались и ушли. Прошло полгода с тех пор, как мы забаррикадировались здесь. И год с тех пор, как мы выпустили вирус Турнгайд. Теперь ясно, что никто не придет спасать нас. Мы проголосовали. И решили выгнать Степу Менщикова. Отправиться в старые шахты, под которыми построен весь этот комплекс. Незадолго до того, как начались все эти неприятности, туда ушел один из ученых. С тех пор от него не было ни слуху, ни доху. Но кто знает. Может он там нехило устроился. Под сиськой какой-нибудь паучихи. Голосование кончилось со счетом 8-3 в пользу шахт. Какой-то выбор мистера шахты. Я советую всем, кто придет сюда, поступить так же. Там может быть всего несколько уцелевших, даже сейчас. А здесь все больше и больше наших исчезает, умирает и заражается. Уйти можно через канализацию, потом углубиться в шахты. А потом всем нам придется искать путь наверх через лед. Мы можем умереть и от холода. Но это всяко лучше, чем то, что случилось с геем. И если человек, который еще может быть там, это Гоша. Он был у нас с кем-то вроде лидера и ушел с базы несколько недель назад. Поэтому он стянет поступить так же. Он превратил кухню в кабинет и переводил какие-то старые тексты. А потом заявил, что нашел способ лечения болезней. Похоже, его способ не сработал. Джованни Карлита, шеф-повар. Ну, шеф-повар с таким именем явно делает жаркое из тех, кто не платит ему дань. Но в целом понятно. Джованни Карлита. Еще один щиток, кажется, сломан. Ну, конечно. Ушли, сломали все, козлы. Думаю, это главный рубильник. Ну, тут сейчас ничего не произойдет, естественно. Ну, конечно. Так. В общем, тут нам больше делать нечего. У нас есть презентация Мануик. Мы ее обязательно посмотрим. Отсюда мы зашли. Да ну нахер, а что за звуки? Ребят, мне надо такие звуки издавать. Я же... У меня же... А, это снизу, да? Какой-то слив. Это у нас с пухом сегодня 2 на 2 был какой-то слив. А тут все даже не очень неплохо. Так. По старой традиции запрыгнем на бочку. Там какой-то Мануик. Но из слива, кстати, раздаются вот эти вот те самые велецеприятные звуки. Но я не могу, к сожалению. Ничего с этим сделать. Нашел слабительное. И слава богу. Давайте еще разочек. Ну да, щиток в говне. Нам только осталось идти вот в эту дверь. Ага. Ну конечно. Свет неестественный. А может быть нам туда и надо как-нибудь продраться. Там фонари, там цивилизация. Так. Сказал. Бедняк. Давайте думать вместе. Во-первых, обратно, я думаю, смысла идти нет. Конечно. Ну нам вот от слив. Безусловно. Тут тоже сомнений нет. Нужно раздолбасить эту решетку. Вон там канализация и, соответственно, вперед из песни. А как? Оно пока непонятно. Манюня. Помоги мне. Манюня. Труселя зашила. Труселя зашила? Настоящая женщина, ребята. Я просто... Я счастлив. Как никогда. Маська, иди сюда, помоги. Вот смотри, опять. Написано, что дверь управляет дистанционно. В частных случаях она открывается автоматически. Но сейчас, видимо, не чрезвычайная ситуация. Нам нужно выбраться из комнаты. Тут закрыто. Тут щиток не работает. Мы можем в него... Что у нас есть? У нас есть банка газировки, батарейка, спирт. Опять же, шприц. Ну, давай пробовать. Все. Нет. Не работает. Банка. Шприц работает. Что-то тоже. Уколоть щиток не получается. Спиртом, конечно, протереть контакты не помешает. Но и это не работает. Видишь? Вот. Но самое главное... Вот есть у нас такой рубильник. И если его так... Видишь, искры. Вот. А теперь уже газировка. Теперь уже полить газировкой. Ребята, у меня появилась самая лучшая в мире напарница. Возьми стульчик. Давай вместе, мыси. А? Спать хочешь? Ну, ты жопа. Так. Вот эта дверь не открывается. Тут цены такие страшные детьки ходят. Ты не представляешь. Примерно такие, как у тебя по больнице ходили. Моча везде льется. Вот это вот все. Да-да-да. Эта дверь тоже не открывается. Но самое главное есть... Вот. Смотри. Есть решетка. Какой-то слив, лично писано. Ну вот. Можно спирта вылить туда. Нет. Не хочет. Тем более, что это не спирт. Надо отодвинуть. Но оно не двигается. Надо просто ее как-то раздолбасить. Стеллажи. Это хорошая мысль, да. Ну вот на стеллажах коробочки, а сами стеллажи, видишь. Они приварены к стене. Нет, если бы персонаж был мной, то я бы, конечно, легко отодвинул одной левой. Максимум двумя левыми. Как нам пройти в канализацию? Этическая сила. Лазерный диск? Да нет, о чем мы с лазерным диском-то будем делать? Вот бочка есть. Я думаю, что ее нужно поставить так. И как-нибудь... Но я не могу ее поднять, видишь. Может, и прыгнуть на нее, когда решетка провалится. Нет. Надо чем-то шмандануть ее, наверное. Может быть, стулом? Мне все кажется, что... Бочка. Вон, три, какой-то мусор. Судя по запаху, он облит бензином. Стоять. Стоять. А у нас есть что? У нас есть спирт. Как я должен работать? Повысим октановость бензина, не знаю. Сигнальный факел, батарейки. Сигнальный факел. Тау... Она не горит. Искусство не горит, Муся. Ну вот как-то так. О, горит! Горит! Машка! И что? Ну, клево теперь. Бочка горит. А, рванет? Ну вот, она не бомбанула. Бомбанула пока только у меня. Друзья, неловко признавать, но моя женщина у меня и меня раз в шесть. Ну, а я что дальше с этим делать? Не знаю, я могу таскать ее по всему. В чрезвычайной ситуации откроется автоматически. Может, на какой-нибудь датчик нужно ее направить? А, на датчик? А датчик нет? Вот только одна комната, и все. Вот это? На датчик? Точно, да, вот это вот датчик? Точно. Маша, твою мать, да ты гений! Ребята, это просто шок! Она? Она? Маня! 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 Ты во мне комплекс неполноценности посеешь. Просто подошла девочка и сходу говорит, этим факелом зажечь бочку, а бочку подтащить к датчику, датчик вон там. Окей. Это фигня. Дверь. Заклинила. Дверь. Не открывается и замка не должно быть ее управлять дистанционно. Сваливай с компаса, иди свою женщину. Мне предлагают сваливать и сажать тебя. Сядешь, Мусь? Пять минут. Тут легко управлять. Буквами бегать. Эх, звук бы тебе как-нибудь, как-нибудь звук. Так, окей. О, что? Так. Сейчас какой-то шепот, Маш, я слышу. Я теперь понимаю, почему все матрасы здесь обоссаны. Я бы еще и навалял на матрас от страха. Интересно, если бы ты не взял факела. Вот я тоже не понимаю, если бы я не взял факела, то что? Она просто эту игру уже прошла. Втихаря. Может быть, Маши надо стримить вместо Олега. Ну, короче, все предлагают стримить Маши. Я, ребята, с вами полностью согласен. Я думаю, что мы в ближайшее время с Манюней замутим общий стримчик. Да? Нам нужно купить микрофон такой, чтобы было слышно о собоях одновременно. И какие-нибудь наушники вторые. Так, ладно. А если я эти подключаю, эти уже никакие не работают. Хотя, вот, может быть, как-то под... Это раздвоение. Ну, я думаю, что мы настроим. Оттуда противно воняет. Фраза противно воняет, она несколько... Это автологично тебе не кажется? То есть, я никогда не слышал, что оттуда вкусно воняет, приятно. Вот, такая вонь, и я... Ё-моё, я не хочу туда. Я туда не хочу. Давайте сначала обследуем кухню. Что там в микроволновке? Нету супчика, да? Может, курочка? Нет. Сковородка. Ты скалку, кажется, хотела? Давай, найдем. Так. Что? А лонгольеров смотрю. Лонгольеров смотришь? Жопа, без меня, да, конечно, очередной раз. Так. Холодильник, мастер. Тут есть кетчуп, смотри, что с ним можно делать. Если бы... Если бы... Если бы... Это был дом 2, то было бы примерно так. Я не буду с тобой трахаться! Вот так вот ими, не было. Ну и так далее. Сломанный холодильник. Окей. Здесь тоже пусто. Покрыто многолетней грязью. Ну, короче, хозяйка... Ой, здесь вон шкаф. Тут шкафов овер до хрена, кстати. Смотри, вон там что-то. Странный артефакт. Мы взяли. По мне, так лучше бы все-таки что-нибудь пожрать нашли. Ну, вроде все обследовали. Да? Да. Пора идти дальше. Стойте, а как я сюда зашел? А, ну да, тут двери... Нет, тут двери все закрыты. А я иду вот в эту дверь, которую нужно открыть. Но ими не хочется. Я не знаю, что это. Какая-то необычная задовольная находка для коллекционеров. Блин, стрёмно. Стрёмно очень. Ага, мы видим диск. Мануик. Сиди, привет, исследуем. Диск в приводе не найден. Ща будет. Ща будет, ребята. У меня есть с собой. С порнушкой. Чё это? Временной график событий. Я переписал текст с экрана в блокнот. Отлично. А давай посмотрим, что здесь происходило. Где там мой блокнот? Э. Хронология. 910-й. Открыта северо-западная свинцовая шахта. 30-й. Исследование университета Копенгагена предполагает, что высокий уровень местных самоубийств вызван химическими залежами в шахте. Психотропными разными. ЛСД залежи, прикинь. И туда наркоманы как потянулись. Вот и папа Гоша пошел. 39-й. Начинается Вторая мировая война. Часть свинцовой шахты превращена в бункер для британского командования. 45-й. Заканчивается Вторая мировая война. Так попутно историю изучаем. Офицер пишет рапорт о древнем артефакте на 1-м в результате ежедневных работ. 52-й. Северо-западная свинцовая шахта закрыта. 54-й. На старом месте приснись жених невесте. Значит, северо-западная свинцовая шахта закрыта. 54-й. На старом месте открыты новые раскопки свинца и железа. 69-й. Доктор Петерс отправлен в железную шахту для осмотра местной уродливой фауны. 70-й. Доктор Петерс обнаруживает себя в качестве местной уродливой фауны. Ненормально большие особи сирокаменного червя. Это было. Я их встречал в прошлой части. 72-й. Раскопки закрыты из-за несчастного случая, провалившегося за собой многочисленной смерти. Многие тела так и не найдены. 73-й. Древние узнают о событиях в Гренландии. Вот такие древние непонятно. Может быть, дом престарелых. 73-й. Начинается постройка исследовательского комплекса Мануик на месте. Заброшенная северо-западная сенцовая шахта. 75-й. Постройка Мануика. Армянский какой-то комплекс. Завершена. Среди главных участников проекта наблюдатель Брент Стайффенсер. Химик Трой Риттоневский. Переводчик Говард Лафреск. Это наш батя. Гоша. Да. Переводчик, оказывается. Деятельность Мануика 90-е переносится на вторичные места раскопа, включая объект Б водную пещеру. 12 сентября 91-го Ник Нил Освальд сменил Трой Риттония Ска в качестве главного химика на объекте Б. Если у меня будут проблемы, Мойсь, я тебя позову. А они у меня будут. В одной стороне объекте Б найдено вещество 63, артефакт 66Б. Объект Б закрыт изображенной местной фауны. 2000-й. На первичный раскопа находится в гробнице Турнгайт. Раскоп продолжается, несмотря на протесты Говард Лафреска. 27-й апреля 0-го главный обладатель Уилбурф Фриск назначил следование в гробнице Турнгайт. Ну вот, собственно, оно. Вот такое. Съявимся. Какое странное чувство. Словно стало одной проблемой меньше. Опа! Наконец-то. Мне нужный фонарик. Я напоминаю, что фонарик в этой игре. Ну вот. Ё-моё! Схрена ли. Ну вот я случайно, ребят, потратил факел. Теперь у меня их нет. Я не понимаю, как он у меня там... А, ну да. Да, теперь я вспомнил, какой меня там оказался. Ладно, мы можем перезасеиваться, кстати. Ну, в смысле. Факел-то нужен. Факел-то нужен. Тут нахрен выключен. Кстати, а я... А я что-то не понял, друзья. А у нас же там был сейв. Разве нет? У нас же был сейв. Мы же артефакт там полапали. Ладно. Блин. Хорошо. По-моему, здесь, да? Конечно. Конечно, здесь, а. Тут, а. Так, ну давайте. Короче, подошел, переписал, потрогал. По времени посмотри. Вот это же сейв, правда? Ну ладно. Фонарик. Пригодится в темных местах. Не слушайте. Не слушайте авторов этого. Это этой грязной инсинуации. Ничего нам в темных местах не пригодится. У нас есть вечная зеленая лампа. Ее хватает с головой. Так, ну, переводы статьи. Ну, короче, понятно, понятно. Говард Филипсович Лавкрафт здесь прям вот явно прослеживается. Судя по всему, это какая-то гробница древних богов. Возможно, сам Ктулху здесь машет клюшнями на самом дне. И вот людишки вторглись в эти все мистические потусторонние тайны. Точнее, они вполне не потусторонние. Просто это пришельцы из космоса, которые населяли Землю задолго до того, как на ней появились люди. А сейчас типа спят. Вот такая вот краткая история всех произведений Говардова Фракта. Ну, я вставил. Алло. Добро пожаловать в Ирландию на исследовательскую станцию Мануик. Здарова. Мануик почти полностью автономная станция. Она построена в 70-х годах для нужд древней касты возвышенных. Благодаря их рвению, их упорству и их древним знаниям. Вам, как новому члену нашего маленького братства, предстоит узнать некоторые правила, которые в древней касте должен соблюдать каждый. Каста здесь, ёл. Добро пожаловать в жилые помещения, а также столовую, гимнастический зал и медицинский отсек. Кроме того, здесь... А где Хамиль, Шимон и Владик? В лаборатории химические, биологические, рабочие станции, оборудование для проведения экскавационных работ и система безопасности. Я ж говорил, секта. Для доступа в помещение второй категории, вам потребуется специальное разрешение. Помещения первой категории доступны без ограничений. В связи со спецификой деятельности базы, в случае, если вы почувствуете недомогание, не пытайтесь обращаться в медицинский отсек. Оно и видно. Неплохо тральбасит, ребята. Прям вот, я не знаю, хуже только в Макдональдс работать. Добро пожаловать на связи с вами почти полностью. С момента распечатки вашего личного руководства вы изменили следующие пароли. Обычно вы указаны на строк официально. Конечно, никому не скажем. Вы что вы, как вы могли. Шикарно, так. Я открыл нечто невероятное. Сколько раз уже предупреждал наблюдателя Фриска о том, что, господи, Жанна, как-то не вовремя умерла. Что мне может быть в шахте? Ладно, это черный юмор. Что мне нужно время, чтобы сделать полный текстовый анализ, иначе я не смогу закончить перевод. Однако он все равно продолжал раскопкивать. Теперь он за это и поплатился. Господи, белая на черном, мои глаза. Это очень больно. Наш комплекс так хорошо укрыт, что никто не сможет догадаться о его существовании. Даже центральная нервная система моя не выдерживает. Даже центральная касса древних не имеет данных о местонахождении комплекса. Ничего себе. Единственный след – это записи, сделанные много лет назад. Однако с тех пор, как год назад был выпущен вирус, не было ни одной попытки нас спасти. Никто не пытался сюда проникнуть. Незадолго до того, как выпустить вирус, я отправил одному доверенному лицу письмо. Сейчас я могу лишь надеяться, что мой сын Филипп получил его и сделал все, как я просил. Неважно, что здесь случится. По крайней мере, я могу спокойно помереть. Врезать дуба, зная, что никто в мире не найдет это место. И что здешние тайны будут здесь же и похоронены. Да, именно поэтому, чувак, ты отправляешь письмо своему сыну Филиппу, в котором сообщаешь, где ты находишься и просишь его ни в коем случае туда не приезжать. Логика! Ты похоронена где-то здесь же, в Гренландии, судя по всему. За все эти годы я научился не передавать слишком большого значения научно. Это, как знаете, там, женщина, которая идет по темному безлюдному району, какому-нибудь, не знаю, пригородному парку в 2 часа ночи в короткой юбке и орет. Только не насилуйте меня, пожалуйста! Нет, нет! Только не в Терновый куст. Придало слишком большое значение научно, но изначально, которое я владею для нашего уважения, но и для будущего всего человечества. Первая шесть, да, с таким тупым предводителем у этой касты не было шансов. Первое, что я сделаю, утром соберу добровольцев и отправлюсь с ними в зараженную зону Мануика. Никто не согласится, но я все равно попробую. Сначала подубляйте по СССР, потом не знаю. Отличный план. После этого мне останется лишь довериться моему открытию. Если я был неправ, то мне не удастся уйти дальше с жилой счастью. Только подумать, ради всего этого я бросил свою семью. Не знаю, что ужаснее, то, что я пожертвовал столь дорогими мне, или то, что я ни секунды не сожалел об этом. Говард Лафреск, главный переводчик. Так. Упс. 236. Так, давайте вводить пароль. Мой отец, он все еще может быть жив. Да ладно. Так. 236. 1. 1. 6. 7. 7. 7. 10. 10. 10. 10. Отлично. Может, все остальные двери надо было запереть, ребят, вот я думаю. Так, давайте теперь засейвимся на артефакте еще раз. Просто всех этих долгих и мучительных исследований. Этот пацан на остров приехал из-за отца. Ну да, батя ему прислал письмо, в котором сказал, чувак, дорогой ты мой сын, пожалуйста, ни за что не приезжай на этот остров. Потому что я там, скорее всего, подохну, но вот ты ни за что не приезжай. Вот туда-то, по такому-то адресу, в такую-то шахту никогда не спускайся, потому что там очень опасно и человечество может погибнуть. Угадайте результат. Ну, вы поняли. Мы здесь. Так. Хоть бы фонарики, это, конечно, здорово, а сюда запрыгнуть нельзя. Так, ну не может быть, чтобы я просто открыл дверь. Ну, конечно. А тут, естественно, шахта. Кто бы мог сомневаться. Так, ладно, вперед. Здорово, православный. Ух ты, как-то темно. Как в жопе у Тимати. Проход завалило. Я тут не пролезу. Спасибо, Кэп. Черт, плохие у меня предчувствия, ребята. Даже оружия нет. Мы можем шприцом кого-нибудь кальнуть, конечно. Выброса можно было только через канализацию, но как раз выбираться я больше и не хотел. Мой отец что-то нашел. Я непременно должен был узнать, что без этого знания все дальнейшее не имело. Ну, короче, план Батти сработал идеально. Так, понятно. Назад хода нет. Понеслась моча по трубам. Жуть-то какая, господи. Ну, здесь, конечно, во-первых, здесь шепчет, конечно, снова живой Филипп здесь. Боже, последний раз так говорила Пугачева во время передозы Киркорова героином. Откуда вообще главгерой знает, куда ему идти? Все время думал про это. Ну, ему батя сказал, не приезжай туда-то. Да, вот он и поехал. Я тут раньше был. Да, я помню, это каюта. Это каюта, ребят, с которой все начиналось. Вот, собственно, с которой я выйти не мог. Да-да-да-да-да. Вот она вся забитая, заколоченная. Моя старая куртка. Я думаю, что нужно как-то артефакт заюзать. Где-то здесь должен быть ключ. Но ключа нет. Так, это артефакт как-то не юзается. Можно раздолбасить пузырь в искоря. Не может не радовать. Так, ребята, ради чего все это? Точное изображение этой каюты. Или не точное? К чему все это? Так. Где-то что-то, как-то. Надо сделать, ребята. А, вон сундук, сундук. Спокойно. Ну, сундук же. Ну. Живой Филипп говорит. Здесь. Это ж наш батя. Запертый сундук. Ну, что, нечем его подковырнуть, что ли? Ну, нечем совершенно, ребят. Я поставил туда банку. Это очень важный вопрос сейчас, конечно, друг. Вот, а ключа нет. Так, ну еще, конечно, все размыто так, как будто наш главный герой квасил с этими шахтерами севуху какую-то химозную. Так, ну вот карта. Ребят, надо собраться. А ты не проходил это место, знаешь, что тут делать. Да я тоже проходил это место, и... Так, посмотри еще раз на картину. Типа надо поставить две бочки, и тогда наверняка вдруг запляжут облака. И кузнечик запиликает на скрипке. Так, ну, кажется, вот так. Две бочки. Банка. Банка стоит наверху. Что-то лежит на полу. А! Стоять! А, это стол. Это крышка стола. Сундук под столом, бочки тут, банка тут. Окей, сундук под стол. ЕХЗ-то сработает или нет, но... Ну, мало ли. Сундук под стол. Бочки вот сюда. Банку мы вот сюда вот кладем. Лол! Фига себе. И чё? В этих бочках полно пепла. Это с волос Александра Маршала. Из песни «Белый пепел». Да, вот это приход. Вот это приход, ребята. Блин. Чтоб меня так пёрло. Угу. Каюта изменилась. Фотография яиц. Боже, да. Я даже узнаю, чьи это яйца. Это ведь яйца Игоря Николаева. Так, я слышу, как пахнет горелым мясом. Сайлент Хилл пошёл. Да-да-да, настоящий. Отлично. Камень. А, это яйцо. Ну, вот это вот яйца древних, собственно. Поверхность гладкая, на ощупь как кожа. Ого. И чё? Ну, сейчас из него вылезет паук. И чё? Нормально. Вот это приходы. Вот это псилоцибиновый рай. Ё-моё. Так. Хорошо, меня там не было. Ну, рыжего мы сожгли, да. Вот, рыжего сожгли. Всё, норм. Псина. Ну, конечно. Так. Это все наши... Все наши... Вражины из прошлой части. Ну, жертва так. Чё? Я не кореец, я не знаю, что с ней делать. Простите, я... Эй! Трезор, хочешь тебя? Ведро ногу. Во! Вот так надо поступать с некрасивыми сучками. А! Руки же есть, точно. Нет, я делаю что-то не то, явно. Я кореец. Чувак, быстро говори. Нет, нужно её положить на эту хрень. Так. Давай, давай, давай. О, так, хороша. Ё-моё, ё-моё. Так, ну, я даже не знаю. Чё делать-то будем теперь. Кажется, в наш корабль попал заряд протона М. Чё-то не хочется туда. Ё-моёй. Здорово, дай пить у неё. Что? Ну, вообще, пруга тёплая. Уйти, 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 уйти. Ух ты, прикольно. Да ты, пьером, а у тебя что? Бомбят клешки, смотрите. О, нет. Нужно открыть эту дверь, это единственный выход. Ага. Вот есть у нас такая штука. Заела. Чё ещё тут есть? Блин. Вот это пьёт, подействовал. Значит, всё, что у нас есть, это... Это даже не Silent Hill, это знаете. Хотя нет, это похоже, да. Цепи, трупы, всё, вот всё, как мы любим. Ну, это мне ещё напоминает ту игру, помните, где мы по дому шоблались, и у нас были разного рода трипы. Так, вот бы я так мел. Бац, и огонь из клешни. Представляете, как можно было бы возбуждать свою женщину? Или 1 апреля всех прикалывать? Так, надо что-то зажечь, наверное. Ну, и что зажигать, пока непонятно. Заела, может, её нужно немножко. А влево-вправо мы её двигать не можем. А что-нибудь на руку положить? Например, артефакт. Что-то, когда я обычно всегда находка для коллекционера. А чё он у меня? На кнопочке один, но ничего не происходит, да? Может, кальнуть? И спиртом протереть? У меня много идей. Кстати, а чё? Чё бы спиртом не протереть-то? Хорошая мысль, нет? Хорошо. А нет, а сюда нет? Нет, тоже, да? Хорошо. Так, надо собраться, Бонь. Тут реально три сосны, три. Друзья, прошу, без спойлеров. Нужно, короче, мне кажется, что-то с... Уйти, уйти, уйти. Уйти, уйти, хороший. Так, ну что эти руки дают? Они повсюду из стены. Просто там маяк-окопиан какой-то. Ляськи-масейськи, они горят. А вот на этой руке, ну прям вот вообще... Это какая-то рука может держаться вертикально? Не знаю. Ну вот прям... Пора чё-нибудь на неё положить. Держаться, держаться. Не знаю, шприц. Не получится. Ну и что? Вертикально. Не знаю, что это даёт. Оно как заело, так и заело. Ну что, что? Блокнот, помоги! Списка дел нет. До пятницы мы совершенно свободны, да? Так, может действительно выключить лампочку, не без лампочки. Вообще хрень чё видно. И упало, да? Так, нужно, короче говоря... Короче говоря, нужно каким-то макаром с этими руками что-то сделать. Вот, если б можно было. Так, чтоб они... Так, спокойно. Мне бы... Такие руки... Когда меня хулиганы хватали в школе за кисти. Так, может быть, что-то обследовать надо, ребят. Я пока... Ну, определённо, здесь, конечно... Судя по всему, бренд из Лиги Легенд. Бренда замуровали. Как эта рука может держаться вертикально? Это охрененно клёвый вопрос, чувак. Но я не знаю ответа на него. Я не понимаю, что мне с этим делать. Я могу, конечно, с жопой прыгнуть на неё. Но я и так уже подгораю. Слушайте, а может быть... А может быть нужно в правильной последовательности эти руки зажигать? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. О-о-о-о, понеслась. Моча по трубам. тепло дедушка но стыдно трубой шикарно здорово всем привет чатик а я ребята сам догадался понятно так как-то странно расставлены бочки что у них что в че петля книги рыжий о старина рыжий приготовил себе петлю на его повесили так 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 примерно понятно но что конкретно тут конечно же заела да естественно пошел конкурс мелких мелких шарат нужно бочки расставлять на кружочке бочки на кружочке вот у нас три кружочка синих до 3 зеленых хрена узнает ребята но это понимаю нужно сейчас будем играть в игру расставь бочки на нужные кружочки может по желтым нужно ну а здесь хотя бы примерно понятно что делать спалить нельзя спалить а я ребята спалить фу так значит желтых у нас сколько 2 что так как мод включили а я уже не могу ее что ли я его не могу поднять лол в этом мире есть лишь двойки и тройки то про что про дневник дмитрий анатольевича медведева тогда да лишь только двойки и тройки в этом мире есть именно так медведев и думал так двойки и тройки пойди что разберись а стоп нет два желтых два желтых нет тут непонятно смотрите вот он какой-то странный он не желтый не зеленый два синих чистых два зеленых чистых два желтых чистых а вот эти вот горят как-то странно давайте на них попробуем водрузить все это счастье вот как-то она как-то она странно подпекается ребят я чат сейчас не считаю принципиально поэтому можете да вот есть контакт такое место наши ребята какая-то ржавая каюта если вы матросы то до чистый сайлент-хилл конечно начался сейчас я до батя доберусь я чувствую батя близко рыжий прости надеюсь ты счастлив то не то слово видел с кровавыми отпечатками рук давай чувак вращай ой 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 я ща утопну ё-моё так дальше чё ну рыжий как бы счастлив он показывает всем своим видом что вечерин вечеринка прошла зажигательную все могу спуститься вниз на и сдохнуты наверно да господа я не совсем понимаю чё ну прикольно конечно купаться в марганце на фоне ковров но пожалуйста можно можно мне конец прихода уже дверь не открывается вентиль не зажигается не вращается а окей алё выпустите пожалуйста или позовите лечащего врача мне срочно нужен аминозин после конская доза рыжий прости да блин бог простит у рыжих нет души это давно всем известно это нормальная судьба для него дело то чё будем рубильник е-мое действительно хозяин мы здесь где зарплата за июнь убежать скорее бежать да вы чё ребят вы чё вы чё ребят вы вы с ума сошли что ли да я нахрен а как туда 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 как ну что туда явно да весело у вас здесь тамада хороший конкурс интересная эх хвост чешуя а нет я а нет не получилось жаль я был близок так ничего ничего ребята это моя любимая игра вы же знаете прям крайне увлекательная я в аду я в каком то мать его аду да от прям привета silent hill а ничего не скажешь но вот а дальше куда они не ясно потому что больше нет ни хрена там ничего а там а нет 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 тут нет шикарный трип полин к сожалению да здорово есть вода примерно то что и я видимо нихрена не делаешь него понять кто я потому что твои яйца чувак это нормально а блин у меня тут еще похлеще какие кошмары дренажная система и это кстати тоже до экзистенциальный кошмар у него у меня тут вообще конкретный уже торч глюки в начались так но где-то здесь должен быть какой-нибудь ящик так господа ну мы в очередной задница я честно не понимаю но здесь где-то за ними должен быть какой-нибудь какой-нибудь проход наверное но его нет вот это к сожалению печально до прохода нет хотя пробуем подняться наверх и оценить создавшиеся положение машки опять инсту взломали е-мое что за хрень на так ладно ребят еще давайте 10 минут и отправимся мы отдыхать потому что два стрима за один день о кстати вентиль смотрите-ка внезапно так нам соответственно нужно ящики наверно выставить правильно да чтобы мы могли хотя бы по ним пропрыгать до ну да логично а потом соответственно за дренажем теперь-то понятно теперь-то понятно к чему они здесь так ну давайте начнем так нормалды великолепно по моему их даже можно друг другу легко вплотную ставить но можно и попрыгать по ним не судьба я думаю особо не должно составлять проблему вот ну вот если течение не будет то все как-то должно законать тебе это не напоминает резик где надо было ящики ну конечно понятно губа конечно но сейчас мы соответственно водички пульнем ящики стоят примерно как надо только вот крутите вентили ребят сущие сущие о пытка ребят вот вы не представляете так вот она как-то получше будет здесь ничего нет нет да таких ништяков кстати смотрите-ка смотрите-ка здесь то я не был или был они был не здесь я был все норм а я что там в серной кислоте что ли почему я не могу просто спокойненько ну ладно неважно так ну очередной приступ загадочности я думаю нужно этот ящик куда-нибудь утащить нет этот ящик оба что-нибудь сломать тоже нет знаю в чем хардовость сложности может быть в загадках а может быть в том что у нас бы на изи был бы уже пистолет или двери бы сами открывались перед нами то мне невидимо ну вот что со всем этим счастьем делать пока непонятно так а вон же люк конечно скорее бы выбраться отсюда действительно хотелось бы наверх туда где льды так но мы просто поставим вот так вот ящик на ящик и будем наслаждаться упиваться собственным интеллектом об о серёжа привет ты чё не спишь уже 12 а ну да ты же ты же новосибирец думал же сканализацию не придется то не факт мой друг это как знаешь ли как доллар подскочит как нефть будет стоить знаешь сейчас садонет доллар по 300 и вкан обратно в канализацию оттуда противно воняет ну и видок у меня действительно нет не отражают зеркале вачок не смывает дверь открывается а ну вон он родной маня 5 взломали до телевизор в плачевном состоянии может книжки что за книжки непонятно на полке нет ничего кроме нескольких пыльных книг и над полкой тоже сейвимся а каждый раз все труднее выйти все больше и больше меня оказывается внутри но это конечно это какая так экзистенциальная проблема мы их решат при помощи гола передова бесполезные батарейки здесь нужна какая-то ачивка за сбор бесполезного инвентаря потому что ну музыка хорошая отключен от сети щиток ржавый грязный так ой ё-моё сорянба о да будет свет сказал электрик нет не будет электронный замок все понятно места шикарные кстати не особо впечатляющий рисунок но по ходу бсп рисовал какой-то график это мой стрим график моих трансляций о приглашение видео чат ес надеюсь будут сиськи вы у тебя виду как будто ты шлюха это не важно меня зовут амабель сванс полагаю мне придется объяснить вам что к чему да уж извольте слышите меня да слышу мне кажется передача идет только в одну сторону на вас направлена камера если вы меня слышите скорчите какую нибудь рожицу о да да смешно смешно это мое нормальное выражение связь есть ты чё охренела я ты я не корчился да 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 прошу вас я вас внимательно слушаю нифига а чё у меня такой голос как у сатаны мы упустили вирус он уничтожил всю станцию три недели назад мы попытались выбраться наружу через шахты но все пошло наперекосяк она была через гукова ехать кого-то схватили кто-то запаниковал и заблудился я побежала а когда остановилась поняла что я совсем одна вот кстати еще один симптом заражения дежавю единственный кто может нас спасти это гово он сказал что вроде бы знает как уничтожить вирус последний раз он был замечен в библиотеке но доступ туда есть только у сотрудников нашей организации так в жилой части кто-то продолжает подавать признаки жизни вам нужно найти выжившего и попасть в библиотеку и попытайтесь разыскать нашего доктора Ричарда Эминеса он 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 странно вел себя когда я видела его в последний раз так и нахрена его разыскивать если он странно вел это не важно сиськи покажи не забывайте о признаках заражения окей от твоих сисек можно еще никем заразиться нет а что нации о кстати еще один симптом заражения дежавю а так это не румористическое шоу я думаю сейчас я перешлю кое-какие данные о вирусе и открыть а ну понеслась конечно сумма согласен с тобой здорово гриндерс пошла сумма ребята так ну я это все себе перенес она мне открыла кое-какие двери неужели отец рядом а рядом ли отец ребята мы узнаем в следующей серии потому что на сегодня пожалуй все заражен у меня сердце ёкнуло когда я понял что тоже инфицирован теперь у меня было одной причиной больше чтобы искать отца да и приятный голос амабель услышать было бы неплохо но я уверен что к моменту нашей встречи она уже сойдет с ума от моей красоты и если нам если нам периодится изделить нейронное пространство этого мозга из владела его придут имя странно получив уникальную возможность поучаствовать в создании собственной лимонклатуры я в полном суша взаимки ну что мартышка есть идея а а а банан полей чувак хорош слышно зато я посмотрел дом 2 все выпуски так что-то сдохнешь скоро от этой информации так ладно короче ребята это будет уже в следующей серии вот на этой интригующей ноте я приглашаю всех через неделю ровно в понедельник на опер геймер и на мой канал тоже конечно в рубрику баневур на опер геймер будем продолжать 2 серия через неделю ну а где-то порядка наверное примерно в четверг да в четверг будет трансляция по господи резиденты волк от вероника благодаря буба который бубе который уже илюха он помог настроить эмулятор корректно и теперь мы будем нормально управлять нашим персонажем и все будет здорово вот такие друзья пироги подписывайтесь пожалуйста на группу в к вот ссылка от сереги ларина на эту этот ресурс там появляются оперативно все записи новости анонсы розыгрыш общем все самое интересное ну и конечно же подписывайтесь на канал на ютюбе описание точнее ссылку на которой теперь я не знаю где разместить потому что нужно заново описание каналу делать но в общем увидимся ребятам увидимся и услышимся пока выход выхода нет да есть адьес комрады не тисните